Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели! Часто я людям рассказываю, что читайте много, посещайте тренинги много, побывайте именно у тех тренеров, которые, можно сказать, их опыт поможет вам стать лучше, чтобы вы могли произойти самого себя и так далее. Но многие люди, это неделя до коса. Почему? Потому что им кажется, что если они больше будут работать, больше добьются. Скрыт в том, что работая над собой, вы станете лучше. Чем больше работаете над собой, тем больше перед вами открываются новые возможности. Гарвард уже провел исследование и вывел статистику, что если человек 60 книг читает в год, тогда он держится на уровне профессионализма, не будет падать вниз. Послушайте мне внимательно. Гарвард ввел статистику, что если человек в год читает 60 книг в своем направлении, скажем, в своем области, он становится, он держится на плаву, он будет профессионалом и так далее. Если меньше, через 2-3 года, поскольку информация, технология все быстро обновляется, соответственно, он идет вниз. Его знания устаревают, его актуальность, он потеряет актуальность. Вечера мне друзья рассказали, я услышал о них такое, что я забыл название журнала, какой-то журнал провел исследование, по-моему, это Forbes. Провел исследование, что люди, которые миллионеры, которые имеют более миллиона долларов дохода в год, то есть у них годовой доход миллион долларов, они читают в год минимум 90 книг. Странная статистика, которую ввел журнал Forbes, получается, что миллионеры, которые в год зарабатывают более миллиона долларов, они 90 книг читают в год. С того дня, когда я это начал понимать, я начал каждый год читать 100 книг. Я читаю 100 книг в год. Я работаю над этим очень много, о самолетах, дорогах. Правда, иногда не получается, иногда очень тяжело, но я это стараюсь делать. Я хочу вам рассказать несколько моих любимых книг, которые поможут вам. Некоторые из них здесь нет, правда, но вы можете их найти, прочитать. Они везде продаются, везде вы их найдете и так далее. Одна из моих любимых книг, это «Семь навыков всяких эффективных людей». Это книга моего наставника Стивенкова. Понимаете, эта книга изменяла всю мою жизнь. Семь навыков, потом весь восемь навыков. Пожалуйста, прочитайте каждый элемент, прочитайте каждый элемент. Если вам тяжело удастся эта книга почитать, потому что его легко вы не можете прочитать, ничего страшного, это нормально. Не бросайте, возвращайтесь к этой книге и продолжайте. Я прочитал эту книгу, наверное, более десяти раз. Эта книга изменила все мое представление, изменила, очень сильно повлияло на мою личность, как формирование, как человека и так далее. Теперь, следующая книга, которая очень сильно мне повлияла в отношении к деньгам, вот эта книга. «Сами богатый человек» в Вавилоне. Видите, она такая тонкая книга, такая как брошюрка. Но я, наверное, эту книгу прочитал, наверное, более, может быть, тридцать раз, может быть, даже больше того и так далее. Потому что эту книгу на ходу почитать можно между делами, остановкой и так далее. Но я его прочитал много-много раз. Эта книга повелена на мое финансовое положение. И я начал деньгами работать. Я начал работать над тем, чтобы откладывать деньги. Я начал основные законы и правила денег понимать, прочитая эту книгу, практикуя. Теперь, дорогие мои, когда я был банкротом, я был очень тяжело, был в долгах и так далее, и так далее. Самая сильная книга, которая на меня повлияла, это книга «Камень лицо, черное сердце». Вы должны на это название не так посмотреть. «Камень лицо, черное сердце». Это что означает «Камень лицо, черное сердце»? Это означает, что как бы тебе ни было тяжело, как бы тебе ни было трудно, пожалуйста, ты должен выглядеть, как, можно сказать, сильными. Это как воин. Воин, который выходит на встречу к смерти, но перед этим не боится. Он не должен показать свой страх своему противнику. Почему черное сердце? Это означает, что иногда себе не надо жалеть. Иногда не надо жалеть. Даже иногда сотрудников не надо жалеть. Если ты задумываешься о том, что надо увольнять, увольняй, пожалуйста. Увольнять ты ему помогаешь и себя освобождаешь. А если ты его видишь, что вы не подходите друг к другу, ты его не будешь увольнять, ты себя делишь больно, ему делишь больно. Возможно, увольняй он, может быть, в другом месте он нашел бы себя. Может быть, он в другом месте себя лучше проявлял бы. Поэтому увольнение тоже идет на добро. Черное сердце – это как хирург. Хирург должен действовать безжалостно, когда видишь, что это просто надо резать и выкинуть. Понимаете, это очень важнейшая книга, очень сильно поможет вам. Когда мне было тяжело, эта книга мне сильно помогла, особенно в трудные минуты моей жизни, когда было столько долги, сколько трудностей и так далее. Именно эта книга воспитала в меня дух воина. Следующая книга, которая мне сильно помогла в момент банкротства и так далее, вот эта книга. Один мой друг пришел ко мне и спросил, как у тебя дела. Я сказал, у меня долги, у меня тяжело и так далее. И он принес мне вот эту книгу «Выживает только параноики». Понимаете, это книга про Intel, в моменте, когда подъемы, падения, банкротства. И этот человек, Эндрю Гроу, он был председателем совета директоров компании Intel. И вот эта книга мне сильно помог в тот момент, когда я был на грани банкротства и так далее. Очень сильно мне помогла эта книга. Правда. Я начал двигаться вперед и так далее. Потом мне очень сильно повыляли на меня вот эта книга «Дау Тойота». Я начал внимательно изучать все принципы брыжливого производства именно от компании Тойота и так далее. Потом поехал даже в компанию Тойоту, консультировался Тетсо Ясуи, который 13 лет был консультантом компании Тойоты и так далее, и так далее. В 2012-2011 годах. И эти советы, эти книги влияли на меня и помогли мне построить мою бизнес, который в данный момент сегодня я владею и так далее. Следующая книга, которая на меня сильно повылял, это книга «Как я построил Walmart». Эта книга тоже очень сильно повылял на меня «Как я построил Walmart». Эта книга написал основатель Walmart, его имя забыл, извиняюсь. Но вы должны найти эту книгу, прочитал «Как я построил Walmart». Это величайшая книга, супер книга. Если вы хотите построить бизнес, построить компанию, вам надо найти эту книгу, обязательно прочитать. Следующая книга, которая на меня сильно повылял, это «Продавец обувь» Nike. Основатель компании Nike, Phil Knight. Очень сильная книга. Найдите, пожалуйста, прочитайте эту книгу. От корочка до корочка прочитайте все книги, которые я сейчас рекомендую вам. Они вам сильно помогут. Потому что эти книги на примерах написаны. Большинство из них на примерах, как реальные и так далее. Вы, прочитая эти книги, вы поймете, как это все влияло, как это все формировано, как это все действует и так далее. Как эти люди практиковали эти знания. Следующая книга, которая очень сильно на меня повылял, это «Искусство войны» Сун Цзи. Вот эту книгу рекомендуют каждый великий бизнесмен, каждый. Потому что искусство войны – это основные правила войны, они точно так же отражаются в бизнесе. Если вы бизнесы посмотрите, вы можете мне сказать, бизнес – это же не война. Нет, дорогие мои, бизнес – это есть война. Например, раньше, в древние времена войны что делали? В войне смогли завоевать землю и получать налоги. А сейчас вы благодаря своего ума завоеваете рынок и получаете прибыл. Поэтому все принципы, законы, которые в этой книге написаны, они актуальны до сегодняшнего дня. Вот самое интересное, что они все актуальны. Уловили. Следующие книги, автор, который я много прочитал, это Дональд Трамп. Понимаете, ребята, одну из моих целей, я вам скажу, одну из моих целей – стать миллиардером с помощью Аллаха и еще Аллах когда-нибудь. Поэтому я читаю книги, которые те компании, которые стали миллиардными оборотами имеют. Nike, скажем, Walmart, компания Дональд Трамп и так далее. Я изучаю их. «Как стать богатым» – очень сильная книга. У него есть еще «Искусство сделки» и так далее, и так далее. Есть еще «Косаки» книги и так далее. Прочитайте их, ребята. Вы очень ценные уроки усваиваете там, потому что там много ценностей, много хороших знаний в этих книгах. Следующая книга, автор, который я читаю, я сейчас по одному книгу поставил из тех авторов, которые я читаю. Это Роберт Грин «48. Закон и власть». Поверьте, реально чудо книга. Она сильно помогает вам четко понимать мировоззрение властей, мировоззрение самого себя и окружения, с кем вы работаете. Потому что если вы будете в бизнесе, вам придется иметь отношение с властью и так далее. И понимать, с кем как работать и так далее. Следующая книга, которая сильно мне помогла, это «Квадрант денежного потока» Роберт Косаки. Очень сильная книга. Рекомендую вам его внимательно изучать. Не останавливая, прочитайте его снова-снова. Я прочитал эту книгу много раз, очень много раз. И до сих пор читаю, практикую, делаю и так далее. Многие люди к нему относятся. Ну, понятно, Косаки один раз почитали где-то, не будут. Но они даже не делают то, что в этом книге говорится. Если вы практикуете эту книгу, потом поймете. Понимание происходит путем практики. Надо много-много практиковать, чтобы это понимать. Следующий автор, который я очень-очень уважаю, очень-очень люблю, если вы хотите быть сильным руководителем, сильным лидером, это книга Исхак Адизиса. Это у него много книг. Одна из его книг «Идеальный руководитель» или «Управление изменений» и так далее. Я рекомендую этого автора. Найдите все его книги, прочитайте. Исхак Адизис, очень сильный учитель, очень сильная школа у него. Она помогает очень хорошо расти, двигаться и так далее. Книга, которая за последние 2-3 года мне сильно помогла, это «Маркетинг без бюджета». Это книга Игорман, «Маркетинг без бюджета». Очень сильная книга, минимальными затратами, даже вообще почти какие-то мелочи. Но вы построите колоссальный, можно сказать, вы построите на самом деле колоссальный бизнес. Это поможет вам, очень хороший бизнес построить, потому что есть куча маркетинговых фишек, которые вы можете практиковать, использовать. И что-то, конечно, время меняется, технология меняется, что-то усиливать можно, что-то приделать надо и так далее. Но они до сих пор мне помогают, постоянно помогают, я постоянно практикую и так далее. Если вы занимаетесь духовными практиками и так далее, автор, который рекомендую прочитать, это Робин Шарма. Вот эта книга очень сильно мне помогла. У него есть много книг, я прочитаю, где-то десятки его книг прочитал, но одну из его книг, которые я люблю, держу с собой, почитаю снова, 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 это «Святой серфинтинг и директор». Это про историю, она выйдет историей, написана история одного директора, который действительно был запутан, банкротом и так далее, и так далее. Хотел поднимать свою компанию на новый уровень и так далее. Очень сильная книга, вообще супер книга. Следующая книга, которую я вам рекомендую, это «Продавай». Это Исаак Пантесевич, книга «Продавай». Если вы действительно хотите зарабатывать, вам надо внимательно, многократно прочитать эту книгу. Я эту книгу очень много раз прочитал, и везде даже подчеркиваю нужные вещи и так далее, и так далее. Могу уверенно сказать, что прочитать эту книгу, вы на самом деле удваиваете, утроете свою продажу, если вы внимательно практикуете все то, что он говорит. Исаак Пантесевич, очень сильная книга на самом деле. Следующая книга, которую очень сильно люблю, уважаю этого автора, очень сильно, постоянно читаю, это книга «Стратегия Голубого океана». Пожалуйста, найдите эту книгу, читайте многократно. Очень сильная книга «Стратегия Голубого океана». То есть, как создавать свой рынок, как найти именно ту отрасль, где были свободные отрасли, и создавать себе рынок. Создайте себе рынок. Ребята, я не знаю других, мне пришлось самому создавать себе рынок. Я свой рынок создал. Я этого Довлатова, который вы слышите, кусочком по кусочкам, как мозаики собирал. Если вы побывали в Монорах, вы бывали в Самарканде, или вы бывали, например, в Бухаре. Если вы побывали в исторических городах, вы видите много мозаики из маленьких-маленьких-маленьких собранных, кусочек там блестящего, или там, можно сказать, камня, это в храмах обычно так, храмы, церкви, соборы и так далее. Это что означает? Это означает, что твой духовный рост, твой личностный рост кусочками по кусочкам надо самому собирать и создавать себя. В одном своем книге «Талисман победителя» написал, что человек за всю свою жизнь создает только один шедевр. Он создает самого себя. Поэтому, дорогие друзья, эти книги, которые вам рекомендуют, найдите их всех, почитайте. Следующая книга, которую рекомендуют «Думай, как миллионер», найдите эту книгу, почитайте. Книга Наполеон Хилл «Думай, богатей». Это сильнейшие книги. Я многократно прочитал эту книгу снова и снова. Книга «Законе победителя» Бодо Шефер. «Достижение максимума» Брайан Трейси. Эти книги очень сильно повелят на вашу судьбу. Прочитайте их. Одна из моих любимых книг, которые я с детства читаю, вот эта книга. Эта книга «Кабуснама» Симбаднама. «Кабуснама» Симбаднама – это из древнего персидского языка. Эта «Кабуснама» – это один из правителей, который оставил своему сыну. Понимаете, он своему сыну советы давал и оставил эти советы, что его сын потом изучал и смог править своим народом и так далее. И эти книги мне всегда помогают. Видите, в селе библиотеки у меня очень много книг, я постоянно читаю. Это всего в одном офисе. Вот столько-то есть и в Душанбе, столько-то есть и в Алма-Ате, столько-то есть и в разных городах моих, квартирах, дома еще столько. Бедные люди в каждом комнате имеют большие телевизоры, а богатые люди имеют большие библиотеки. Читайте многое, измените свою жизнь. Потому что работая над собой, вы станете лучше. Чем вы станете лучше, перед вами открываются новые возможности. Вы начнете видеть новые возможности. Над собой работайте более усердно, чем над вашими работами и бизнесом. Я желаю вам успехов. Надеюсь, что те книги, которые я вам рекомендовал, они обязательно принесут вам пользу. Потому что эти книги помогли мне очень сильно двигаться вперед. И вам тоже помогут. До встречи на вершине. Субтитры создавал DimaTorzok